Это что ты делаешь? Мотокерфон Внимаем вас Это оружие Все работает Камера мотора Звука еще нет Леш Нам нужен микрофон Просто мы его будем Нам нужен Мы сон Возьмите А ну Возьмите Давайте Ланаша В лезвии мы нашли Чтоб Давай. Давай, я тебе помогу учить. Держи, держи. На стиле. Говорю, что Европа на тебя вышла уже, видишь, серьезно. Надо тебя двигать. Надо на азиатский рынок выйти, потом... Ну, что на европейский. Европейский. Мы собираемся с кобылки. Слёж, самое главное, чтобы сказать, я всегда рассказываю, что я с ней рассказала. Что? Почему мы переехали? Самый ключевой момент. Ты всегда начинаешь историю не с этого, а не про бомжей. Мы прилетели... Как это было? Какой год был? Это был январь месяц, точно. Январь, февраль, не важно. И мы решили полететь в Майами. Мы приехали в Майами. Очень классно. Это еще, когда мы жили в Лос-Анджелесе, мы просто прилетели сюда в Майами, а как мы с друзьями. Мы очень классно потусили, мы гуляли клубы. Еще после короны все открыли. Все открыто в Лае, все открыто в Майами, рестораны, мы гуляли там неделю просто вообще. И я такой думаю, блин, это очень похоже на Одессу. Это прям, прям, прям очень похоже на Одессу. Я такой думаю. Все гуляют, все красиво одеты, никто не ходит. Да, начиная жизнь. Это очень просто как-то весело. Такой вайп поймали классный. Такой думаю, вау. И мы прилетели домой. Приехали в этот курс на Лос-Анджелесе, все закрыто и такие, все параллели. И мы планировали, мы с января поставили на июнь или июнь. Июнь, мы хотели переехать по июню. Никогда не сезон. Но мы не успели. И мы заболели короной. А, ну да, мы заболели короной. И мы в сентябре переехали. Но это было классно. И вот это вот нас, как бы, меня больше я начал пушить. Я была тем, кто пушил и переехать в Америку, а Леша был тем, кто пушил, чтобы переехать из-за Лэ в Майами. Есть вообще такая теория, что когда люди постоянно куда-то переезжают, что они бегут от себя. Но мне каждый какой-то переезд, каждое движение, это мне наоборот кажется, что я бегу на встречу себе. Ну, я хотела рассказать. Ну, потому что, когда ты переезжаешь, ты, может быть, там думаешь, что ой, там есть, оставляю все проблемы позади, и тебя впереди что-то другое, более легкое. Но нет, ты всегда везде берешь себя с собой, и, по сути, тебя ждет то же самое. Ну, я в этом убеждена. Всегда тебя ждет то же самое. Но классно же это все проживать на новом месте. Да, прикольно. И интересно, новые люди, новые места. Так, подождите, дальше нас ждет еще интересное. Да, я думаю, что через влог или следующий, уже, наверное, следующий влог, там наш фас и нас ждет что-то мега интересное. Ну, для нас очень интересное. Нам уже принесли завтрак, я должна вам показать это произведение искусства. Посмотрите. Посмотрите, посмотри-ка, красиво. И там еще осаи. Наверное, вот так вот надо, да, делать? Да, но это очень красиво. Такие молодцы, посреди малинка. Все так красиво. Приятного аппетита. See you later, alligator. Что, снимаешь это? Проезжали недалеко от нашего дома. Решили заехать посмотреть, как он там. Сейчас посмотрим. Народненькая улочка. Я тут бегала. Мы думали, что чувак ездит на таком траке и сигналит. Мы думали, что он наркотик не может быть. Да. Отказал, что это овощи. Овощи. Леша, почтальон. А вдруг это наш тут почтальон? Нет, уже не. В смысле все? Если это наш, это у меня был такой дружок почтальон. Водичку мы все. Водичку я ему давала. Стой, стой, куда ты ешь? А, вот он. Вау! Да, я задам назад. А вот наш сосед, да? Вы. Карлос? Это не Карлос этот или как там его звали? А, это сумасшедший пацан? Угу. Наверное, постаре. Вау! Вау! Они тут строят. Ну, нормально, да. Давай, поглючим аварийку, чтобы нас объехали. Они тут строят еще один дом. Вон наша дверь. Красная. А они тут строят еще один дом. Там куча почты. Ну иди посмотри, может. Может, какая-то почта есть? Классно. Какая-то приятная грусть, да? Левитянин грустит. Ну, у меня вообще такая черта в характере грустить о том, что уже прошло, и то, чего нет. Интересно, эта собака еще живая, которая здесь тёвкала все время. Они же съехали, да, когда мы уже еще жили? Я хочу посмотреть. На соседа? Почтальон. Интересно, если это он... Да, он сейчас у него ноги торчат. Он ее вспомнит или нет? Да! Иди, Веди, поздравься. Ну, я что ему скажу? Здравствуйте, это я. Скажи, мы жили на 23.06. Ну, иди, Веди. Так, а что я ему скажу? Ну, скажи привет, дай ему водички. А ты можешь в лес далека посетевать? У нас нет. Есть, должна быть. Леш, ну иди, в этом будет весь прикол. Держи. Здравствуйте! Здравствуйте, как ты? Да, да, да. Мы будем встать, да, да, да. И все хорошо? Да, да. Благодарю вас, спасибо, я обречу вас. Да. И это будет встать, может быть, еще два года. До встречи в 2025-м. До встречи в 2025-м. Вzelfе локация. У меня аж настроение поднялось. О, Талер. Ну, так приятно, что он нас помнит. Я ему всегда водичку давала. И сейчас тоже дала водичку. Когда жара особо, но всегда ему по бутылке, по две давала. Когда я еще была блогером, у меня было много посылок. И он мне всегда приносил кучу посылок. Круто, так приятно, что он нас помнил. А еще сегодня мы ездили в Икею. Мы вчера там были. И сегодня обязательно мы не можем один раз ездить. Надо хотя бы два. Потому что вчера мы купили зеркало. Рассчитались. И вышли без зеркала. Но сегодня об этом вспомнили утром. И потратили еще 45 минут на дорогу в одну сторону. 45 минут на другую в другую сторону. Но еще полчаса там объяснить, что мы просто не забрали зеркало. И нам дали другое. Это мы и умеем. Села отдохнуть в магазине. Алексей заступает на службу. Продолжайте, продолжайте. Только не так быстро. Волосы раздувает. Новые технологии, да? Я не могу ее с рук взять. Она должна положить в этот автомат. Заходишь по карточке, да? Ваш автомат. И просто берешь, а потом выходишь. И она узнает, что ты взял. Да, вот зачаржилась уже. Боже мой, мы как будто уже все. Буду себе наступило, Леша. Ну пока доллар зачаржат. Потом улетаешь, у тебя сотка снимается за две воды. Ну когда ты уже в самолете. Ну что, мы уже в Майами. Первым делом я пошла и обновилась. Как он? Уже просто нет сил. Волосы лезут и лезут. И кончики ужасные. Поэтому все или ничего. Но я довольна. Такая прям молодежь. Что, уже из Майами как всегда бьет ключом. Только прилетели в 7 утра уже. Леша там куча дел. Сделал. А я вот еду домой. Вечером мы идем на концерт Сэма Смита. И я вас возьму с собой. Чуть-чуть покажу. Я уже когда-то была на его концерте. И было очень круто. Сейчас у него какое-то там нереальное шоу, говорят. Короче, покажу вам сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через два дня мы улетаем. Через два дня. А я вот сижу в Крайсле и пытаюсь продать нашу машину. Все как всегда в последний момент. Но вот уже ее там оценивают. Уже посмотрели, пофотографировали. Сейчас выйдет мужчина и скажет, сколько они могут нам за нее дать. Потом в банку мы должны... Остались 37 тысяч. И бы хотелось, чтобы они нам дали 37, чтобы мы вышли в ноль. Эту машину мы брали в ЛИС. И мы должны еще, по идее, на ней кататься год. Год и пару месяцев. Но мы уже перекатали мили. И плюс мы уезжаем надолго. Потом вернемся на месяц и опять, скорее всего, уедем. И нам она не нужна. И просто за нее платить нет смысла. Поэтому мы решили, что мы ее продадим. Что это за парень приехал? Тот самый бизнес, который мы продаем. Машина стояла на СТО в Пенсильвании. Леша за ней ездил с прицепом огромным. Два дня ехал. Или полтора дня доехал, слава богу. И вроде завтра эту машину забирают. А что ты такой счастливый? Чего? Это твой любимый бизнес? Обожаю. Я люблю этот бизнес больше, чем тебя. Машину у меня не получилось продать. Мне оценили в 34 тысячи. Я поехала еще в другой салон. Там вообще в 31 оценили. Это вообще нам все не подходит. А завтра еще есть день. Леша поедет завтра еще в другие салоны. Попробовать ее продать. Получится, да? Не получится, значит нет. Не знаю. Просто уже нет сил через полтора дня уезжать. А ничего не готово. Не то, что даже там чемоданы собрать. Машину продать. Вторую машину продать. А дать. Катастрофа. Я просто не понимаю, почему ты ноешь. Через час выезжать в аэропорт. Такая ситуация прекрасная. Я еще в маске, голова не мыта. Рэй ноет, потому что он уже хочет выезжать. Леша разбирается с камерой. Уже в следующий раз будем снимать на камеру. Дрон собрал? Дрон уже в стену ушатал. Так что мы почти готовы уезжать. Так счастливо. Ты рад? Понятное дело. Я понял. Поездка обещает быть... Я думаю, что надо его оставить дома. Продолжение следует. Хей. Субтитры сделал DimaTorzok